Валерий Андреевич Умеренко Председатель Ассоциации профсоюзов Раменского муниципального района Председатель правкома Раменского приборостроительного завода Родился Валерий Андреевич в Броницах в 1942 году Отец 900 года рождения Он работал в совхозе Броницкий в то время, так назывался Он и сейчас так называть вообще был Как-то еще кажется раньше по-другому Но в совхозе Броницкий Мать была, я думаю, хозяйкой И нас трое было Братьев старший Анатолий Я средний, младший Александр Закончил Валерий Андреевич 10 классов второй школы И сразу пошел работать в автопарк совхоза Броницкий Сначала автослесарем, потом водителем Год с небольшим работой автослесарем и шофером В совхозе очень сильно тоже на меня повлиял В какой части? Ну, стал вроде более взрослым, понимаете Одно дело после школы сразу поступить в училище Стать офицером А тут поработал уже, зная, что к чему И уже в училище Старший немножко своих сверстников стал Особенно, когда вот начались выходы на аэродром То работа автослесарем, а в то время в совхозе как такового Не было Мастерских отопливаемых Мы практически ремонтировали машину на улице Вот Поэтому, так сказать, а работ на аэродроме То же самое в основном только на улице И обслуживание самолета И ТЭЧ, это само собой, это инженер Поэтому даже вот эта вот работа автослесарем На морозе, на улице как-то на меня Благотворно повлияла Потому что уже работая на аэродроме Я как-то был приготовлен В 1960 году Валерий Андреевич поступил в Сверхпуховское Высшее военное училище По специальности электрооборудование летательных аппаратов Пять лет обучения Три из которых прошли в казарме Вы знаете, у нас в принципе-то в семье не было военных Но отец как-то он себя так вел, как вот Военные, потому что он и был Знаете, 20-е годы этого 19 века Там же много всего было Это и гражданская война И там и продразверстка И чего только не было Поэтому он поступил в военное училище в то время А потом из военного училища Их отправили в части по борьбе с бандитизмом Может быть, его рассказы А может, что-то другое Я не могу это утверждать Во всяком случае, мне все время нравились Военные, особенно после войны В то время в магазинах, к примеру, я совершенно четко помнил Что даже рядового солдата пропускали без очереди Я уж не говорю про офицеров Хотелось быть летчиком Вот, летчиком не получилось Вот, ну и я пошел в лицо на училище техническое Готовили хорошо, нужно отдать Очень хорошо готовили Если сейчас я иногда так рассказываю Что, к примеру, у нас Ну вот, был так называемый химдым Нет, мы его называли химдым По пятнице мы с утра после подъема Одевали противогаз И целый день в нем Ну зачем только Мы прибегали после зарядки, умывались Одевали противогаз Приходили в столовую, естественно Завтракали, обедали, ужин Без противогаза Остальное все в противогазе Было тяжело в этом начале А потом, откровенно говоря, привыкаешь к этому Выбрав профессию военного Валерий Умеенко не забывал о своих двух серьезных увлечениях Футбол и стрельба Важно отметить, что по своей природе он левша В те времена все рукоятки выпускались для правшей Но он приспособился, став мастером спорта по стрельбе Я играл за команду Спартак Ну как в детстве, ну до 17 лет В училище уже потом я пристрастился к стрельбе В школе у меня так немножечко получалось Из винтовки А в училище уже я пристрастился к стрельбе И начал заниматься уже достаточно серьезно Был чемпионом Сибири и Дальнего Востока Когда служил там И чемпионом и призером вооруженных сил Московского военного округа Так что занятия были достаточно серьезные Хотя могу сказать Вот занятия спортом я не ставил На первое место по сравнению со службой Это было как-то параллельно И по возможности, чтобы оно не мешало В любом случае я доволен теми результатами Которые у меня были Доволен тем, что познакомился с людьми С которыми встречался С чемпионом мира по стрельбе После окончания военного училища Валерий Андреевич проходил службу В белорусском, забайкальском и московском военных округах Армия есть армия Тут вопросов никаких Есть приказ, получаешь приказ Козырек рассчитался и поехал служить Ну и с тобой же есть семья С тобой жена, дети Может быть даже с тобой и мать там живет Это обычно не учитывалось Вот у нас там под счетой дом Туда переводили из Сочи Из-под Сочи переводили полков 28-х Там ничего, кроме полосы Которая осталась цела Весь состав этого полка Погрузили транспортные самолеты И высадили их там А там воды нет В доме Какие бы скважины там ни бурили Она там идет соленая Вы знаете, если бы не нравилось Я написал бы рапорт и ушел бы Но дело в том, что я же говорю Я поступал уже не мальчиком Я в общем-то понимал, что я хочу Ну конечно, иногда жалеешь, понимаете Вот находишься в этом Даже в Забайкале, допустим Даже в Белоруссии, куда я приехал Вроде бы да, но служба есть служба Она требует свои определенные Выставляет требования И к этому нужно подходить сознательно Это принял присягу Устав, все выполняй Но выполнять же можно по-разному, да? Вот, можно выполнять это через силу Через нежелание Тогда лучше не служить Вот, кроме всего прочего У тебя же в подчинении еще солдаты Офицеры, солдаты И ты за них тоже несешь ответственность И твоя-то задача в первую очередь Чтобы они были обутые, одетые, сытые Ну и кроме всего прочего У них же тоже есть проблемы Так что здесь тоже нужно знать Офицер должен знать своих солдат Как и любому военному Валерию Меренко был необходим надежный тыл Его он нашел в своей семье Жена, это именно жена Это то, без чего мужчине всегда плохо Даже если он военный, не военный Где-то на боевых действиях Либо на учебе, либо просто на службе Все равно ему плохо Без этого плохо То, что с моей супругой мы знакомы Давно, с первого класса Вот, и когда я уже был на четвертом курсе Училища То я предложил ей выйти за меня замуж Хотя до окончания десятого класса Мы так Даже, насколько я помню, никаких попыток Не было Сближения или еще что-то Потом уже, когда я приезжал в отпуск Как-то вот Все это глянулось Слава Богу, что так получилось Ездила она со мной по всем точкам Где бы мы ни были Вот у нас двое детей Это Вадим Сын Он сейчас уже взрослый достаточно Сами понимаете 67-го года рождения Вот И дочь Екатерина Валерьевна Все они живут здесь, в Раменском Екатерина работает в соцзащите Вот Сын он служил В войсках Вот Потом дембилизовался Сейчас Занимается работой Вот Самостоятельной Служба в частях Сменилась службой военной приемки Валерий Андреевич Работал в московском военном представительстве На Раменском приборостроительном заводе В представительстве заказчика Где и закончил службу Тут ты должен Общаться именно с гражданскими людьми Вот И их По уставу не построишь У них свои задачи Свой план Его нужно выполнить Зарплату нужно работникам платить Вот А ты Осуществляя приемку Должен обеспечить выпуск качественной продукции Но с другой стороны Глаза же не закроешь На то Вот я когда Пришел Служить сюда На Раменский завод Ну вот Там было порядка Одиннадцати с лишним тысяч человек Васильевич Степнову Хочешь не хочешь И же зарплату Нужен давать Поэтому просто так Закрывать глаза И допустим Я ничего не знаю Все Отказ Я ничего принимать не буду Пока допустим Не устранить Это не совсем Правильный подход Мы же в одной стране живем Кругом люди Вот Поэтому здесь У заказчика Нужно ему найти Такую середину С одной стороны Выдержать требовательность Военного представительства Качество выпускной продукции А с другой стороны Именно Заставить Может быть даже В какой-то момент Заставить Работать над качеством После демобилизации Работал на Раменском приборостроительном заводе Начальником отдела стандартизации А в 1992 году Был избран Председателем Профсоюзного комитета РПЗ Где и работает по сей день Человек дела Человек Который всегда В трудную минуту Может помочь У нас часто Возникают какие-то споры Всегда я могу К нему подойти Он всегда Выслушает тебя Всегда может Помочь тебе Ну и Решить какие-то вопросы Которые у нас возникают Там спорные Потом вы знаете Мне очень нравится То что он Очень часто Организует нам Такие вот Как бы выездные сессии Вот Где мы Где проходят такие учения Где мы учимся Где выступают Юрист Допустим Там еще кто-то То есть Много таких вот Спорных вопросов Житейских Вот именно таких вот Не только житейских Но и вот наших Заводских Таких вот Профсоюзных Когда вот такие вот вопросы Ну и вот То есть Вы знаете Очень интересно Вот эти семинары Проходят Ну и вот И вообще Вы знаете По-моему Он для завода Очень многое делает Очень многое Иногда частенько спрашивают Почему ты Военный Пошел в профсоюз Да Я с самого начала Сказал Что в принципе Это В принципе Это Все офицеры В училище Нас учили тому Что Задача в общем-то Офицера Не просто Дать приказ И дальше Я ничего не знаю Он должен Сделать Там Взвод Роту Батальон Что угодно Такой командой Которая была объединена И когда В 92-м году А это вот Самый там Начинался разгул Всего этого Что там Творилось Просто люди Не знали Куда бежать И никто не понимал Куда он может Тронуться Кто его будет Защищать И кто вообще-то Способен защитить Видимо Вот это вот Настрой И подействовал Что я выдал Свою кандидатуру Вот Я не был уверен Что я смогу Отстоять Интересы работников Потому что Откровенно говоря Я и профсоюзную Эту работу Очень мало знал Слава Богу У меня был Я уговорил Был такой Юрий Алексеевич Корнов Он Несколько лет Семь кажется Или восемь лет Был председателем Правкома Вот Потом он Ушел Вместо него были Он работал В отделе ОТК Очень Он чисто заводской человек Его все знали Он всех знал Он всех знал Чудесный По характеру Прекрасная память На фамилии На имена На лица Вообще Вот И я его В принципе Начинал с нуля Я уговорил его Быть заместителем Представителя Правкома Вот с ним Я работал Все очень хорошо Потому что Еще раз говорю Он Сам на заводе Тридцать с лишним лет Отработал Вот Он знал Всех И вся Его знали Я знал Что он Мне никогда Не подведет Работая В должности Председателя Правкома Валерий Андреевич Увидел необходимость Объединения Профсоюзов Города И района Для решения Общих задач Все равно Мы работаем По одному закону Закон о профсоюзах Хотя Еще раз повторяю Совершенно Разные направления Сельское хозяйство Образование Медицина Промышленности Понимаете Ну Вопросы Одни и те же И вот Как они решаются В одной организации В другой В третий Вот Хотелось бы Чтобы Это было Поэтому Было мое предложение Чтобы сделать Вот Ассоциацию профсоюзов Раменского района Вначале Мы собирались Только промышленные Предприятия В то время Еще работал Комбинат Красное знамя Работал Вот этот Раменский завод Металлических изделий Сейчас К сожалению Они прекратили Работать Хотя Территория Это есть Вот И мы собирались Вначале Представителями Правкомов Потом Я понял Что Это не совсем Правильно Почему Потому что У нас На тот момент Было шесть Председателей Районных Профсоюзов Образование Образование Культура Медицина Госучреждения Потреб Кооперация Вот Коммунальное Хозяйство Понимаете И без них Это было Не совсем Правильно Поэтому Я обговорил Со всеми Представителями Райкомов Они согласились С идеей Провести Учредительную Конференцию Чтобы Выбрать Вот И сделать Эту ассоциацию Я председатель Цехового комитета Цех 13 Работаю вообще Экономистом ПО У нас цех Достаточно большой У нас женский Коллектив Где много Молодежи Также Где У женщин Постоянно стоят Вопросы с детьми Чтобы их устроить В детские лагеря На лето Чтобы Валерий Андреевич Нам помог С детским садиком Со школой И Валерий Андреевич Всегда принимает Эти вопросы И старается решить Помочь нашим работникам С определением Места в детском садике И в школе Рядом С местом жительства Вот Каждое лето Решается вопрос По поводу Вот как раз Детских лагерей Много желающих Мамочек Отдать своих детишек В лагерь Валерий Андреевич Тоже всегда Помогает Решить этот вопрос К нему Обращаются Со многими вопросами Цех у нас Достаточно Много молодежи Имеет Молодежь у нас Активно Очень принимает Вот Участие В спортивных Соревнованиях Также Просит путевки Отдохнуть Летом Вот Также Правком Помогает нам Решить эти вопросы По поводу Оформления путевок Со скидками Для работников Завода С тем или иным Месторасположением То есть всегда Идет на встречу Всегда Помогает Валерий Андреевич Умеренко Знаю Достаточно Давно Уже И кроме Слов Какого-то Восхищения Удивления Этим человеком Вот этой Неуемной Энергией Столько лет Возглавлять Профсоюзы И всегда Находить Какие-то Новые Способы Влечения В эту Профсоюзную Жизнь Рядовых Членов Профсоюза Это очень Трогательно Всегда Смотреть Как он Организует Поездки Для своих Работников Ну не только Для своих Валерий Андреевич Умеренко Был и депутатом Города Раменска И вот В общем-то Всегда занимал Активную Жизненную Позицию И в депутатском Корпусе Он также Отвечал Вот за Культурную Жизнь Наших депутатов Всегда Организовал Какие-то Встречи Поездки И все Депутаты С удовольствием Это вспоминают Потому что Каждая поездка Была какой-то Особенной В каждой Поездке Что-то Случалось Интересное Которое Запоминается В общем-то На долгие-долгие Годы С Валерием Андреевичем Мы знакомы Довольно давно Когда я работал На РПЗ Он тогда уже Он еще до меня Вызглавлял Профсоюз Вызглавлял Весь Молодежный Комитет И вы знаете Я мне кажется Человек Который вообще Не стареет Ни душой Ни телом Знаете Какой ни было Будь турслет Либо какой-то Знаете Норма ГТО Мы сдавали Он всегда был С молодежью Он всегда был С ветераном То есть Везде Его хватало Везде И вы знаете Человек Настолько с душой С такой шок Русской душой И с такими способностями Организатора Это очень мало Ну одно то Что он таком Знаете Градобровщик Как РПЗ Он столько лет Возглавляет Довольно такой Серьезный отдел И я считаю Пока ему смены Наверное нету Наверное нету Это дорогого стоит И конечно Нужно вспомнить Работу с этим депутатов Как такого В совете Мы с ним не работали Он был до меня В созыве депутатов Но отзывы людей Были только положительные Человек очень отзывчив К людям То есть Ну я думаю Люди Которые на РПЗ Отработали Людей все-таки Знают А его Извините Знает Наверное Половина города И знает его С очень хорошей стороны Как человек Я повторяю Отзывчив Могли прийти По любому вопросу Будь то знает Кому-то квартиру получить Кому-то может быть Какую-то награду Которую не получили Какую-то проблему Может быть по здоровью Он всегда людям Пытался помочь Это вот я знаю Сам работа на РПЗ Я думаю Депутат он был такой же Прекрасный Поэтому Я пожелал только Долгих-долгих лет Проективной работы Ну и чтобы Если и будет Моцмен То только такая же Как он сам Я бы хотел Чтобы то Что я делал В течение Вот этого Достаточно Длительного Длительного Времени Чтобы оно Не стало хуже Понимаете Чтобы И работники Предприятия Чувствовали Так сказать Что их представляет Профсоюз Что они Чувствовали Что он необходим В какой-то мере А это может быть Только в том случае Что еще раз говорю Если есть коллективный Договор Есть еще что-то Понимаете Вот Ну и чтобы здоровье Не ухудшалось И самое главное Это вот Все-таки Наверное Уже было с этого Начать Чтобы здоровье было У самых родных И близких Это вот это Самое главное Чтобы отношения Вот В нашей семье Улучшались То есть Они с каждым годом Установились все лучше Потому что Я говорю У меня есть еще Младший брат Который жив Слад Тоже В Москве У нас тоже С ним хорошие отношения Вот Чтобы вот Семья Была Здоровая И счастлива Это наверное Самое главное Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому